Дорнадо Энерджи! Дэмэдж! Объявила о том, что быть нерфу голдовых, они же специальные, они же дорогие снаряды, называйте как хотите, от переменами слагаемых сумма, естественно, не поменяется. Вот, не то чтобы я так сильно долго готовился к этому видеоролику, скорее я просто набросал план, а остальное я буду говорить с точки зрения игрока, с максимальной экспрессией и все же каким-то хладнокровием. Вот, потому что я как игрок на самом деле возмущен данной темой, хотя я не буду бомбить в этом видеоролике, потому что разработчики сказали, что это всего лишь тест концепции. И поэтому в первую очередь мы хотим услышать ваше мнение по этому поводу, в основном о концепции в целом. И она не является финальной, поэтому на самом деле в наших руках еще все изменить, точно так же как это было с Батчатом, точно так же как это было с Рубиконом, потому что лично мне сразу хочу сказать, эта тема не нравится. Но давайте обо всем по порядку. Почему разработчики решили все же изменить те самые голдовые снаряды? Они посмотрели, видимо, на статистику спустя 5 лет игры и все же решили, что голдовые снаряды все же мешают игрокам. Возможно, они посмотрели очередной из стримов Джова, возможно, они посмотрели еще какие-нибудь стримы или сами поиграли в игру, но почему-то они решили, что как раз таки в нашей игре решают те самые голдовые снаряды, а не фугасные. Ну ладно, это абсолютно другая тема для разговора. Так вот, собрав статистику, разработчики объявили о том, что нужно все же понерфить эти голдовые снаряды, и первое, так сказать, стезя, первый шаг, который они предприняли, это убрали голду, ну точнее, они не убрали голду, они убрали возможность покупать эти дорогие снаряды за голду, и такой термин, как серба-голда, он пропал. Вот, и появились те самые специальные дорогие снаряды. Но это все, опять же, псевдо, и все мы продолжаем называть эти снаряды голдой. Второй шаг, который они предприняли, это на ВГфесте объявили о том, что в зависимости от калибра вашего орудия будет уменьшаться урон, наносимый этим самым голдовым специальным снарядом. Процент снижения урона, как вы видите на экране, будет зависеть от того, какой у вас калибр. Чем выше калибр, тем больше процент снижения. Если вы играли на першинге, у вас был средний урон 240 с голды и 240 с ББшки, только голда пробивала побольше, чем бронебойный снаряд, и стоила дороже. Вот, то с вводом новой концепции, основная, так сказать, альфа у бронебойного снаряда останется 240 единиц пробития, такой же останется, у специального снаряда станет альфа на 25% меньше, а именно станет 180 единиц урона с выстрела, и пробитие голдой останется точно такое же. Если мы возьмем какого-нибудь Ягдпанзера Е100, то у него было 1050 урона с выстрела, а станет вроде бы либо 750, либо 735. Если мы возьмем какого-нибудь ИСа-7, то было у него 490, а станет 360. Ну, то есть вы понимаете, о чем идет речь. Насколько это сильно вообще повлияет на рандом? Сразу хочу сказать, ребят, кто... Многие из игроков говорили, что статисты первые начнут ныть по поводу того, что занерфили голдовые снаряды. На фоне вы будете видеть бои один на Супер Конкерере, вот, где я сыграл полностью на всех бронебойных снарядах, а другой вы будете видеть на Тай-5 Хейре. Бои абсолютно я не выбирал, бои вы просто рандомные, с первого же боя я играл, и такие же вам и показываю. И вы просто заметите всю суть. На самом деле будут ныть больше всего обычные игроки, потому что, так или иначе, статист это тот человек, который большинство, ну, очень много своего времени проводит в игре и умеет в нее играть. Вот, и он знает все уязвимые зоны, он знает, куда танк пробивается, он знает, под каким углом нужно остановить корпус, или какие зоны защищать, как закрывать пушкой слабые катки и так далее и тому подобное. Очень много аспектов игровой механики, которые помогают ему тащить так называемые бои. Но суть не в этом. Суть в том, что обычный игрок, он не сможет все равно противопостоять как-либо этому статисту. А если понерфится голда, то даже, скорее всего, статисты начнут нагибать еще сильнее. Но если мы говорим не о статистах, а конкретно о танках, то имбовость машин, которые сейчас, на данный момент времени, являются имбовыми, я даже их перечислю, WZ-111 5A, Super Conqueror, Type 5 Heavy, Abig 277, Abig 430U и другие-другие еще машины, которые есть имбовые как на 9, так и на 10, так и на 8 уровне, например, тот же самый защитник, вы просто не представляете, насколько сильно они будут гнуть. По одной простой причине, потому что эти машины зачастую ты не можешь бить никак, кроме как голдовым снарядом, например, Type 5 Heavy, а очков прочности у них не убавится, однако урон от того самого специального снаряда, он убавится. Скилловый игрок, он дальше продолжит нагибать на тех же самых либо подкалиберных, либо бронебойных снарядов, а обычный игрок, он не сможет вывозить против этого самого статиста, который будет играть на своем любимом Type 5 Heavy, потому что Type 5 Heavy или какой-нибудь Супер Конь, или какой-нибудь Объект 430 УВЗ-111-5А, они просто ввиду того, что альфа со специального снаряда стала ниже, они смогут выстаивать в тех самых позициях, где они настреливают урон, где они вытанковывают урон, намного дольше, намного просто дольше. Вы просто сравните. Type 5 Heavy дает с одного выстрела на 400, 500, 600 урона. Ладно, если мы возьмем обычный даже фугасный снаряд, вот, то он дает примерно с выстрела по 500 урона, с одного просто фугасного снаряда обычного, который не голдовый. Если мы возьмем понерфленный ИС-7, у которого была альфа 490, а станет 360, и возьмем его пробитие в 300, сколько там, 1, 310, ну, особо даже не важно, 301, 310 миллиметров, я уже не помню, сколько у ИС-К, и он будет стрелять в этого Type 5 Heavy, то ему понадобится... Давай, врубаю свои скиллы математики. 360 умножить на 8. Ему, короче говоря, понадобится либо 8, либо 9 снарядов. Да, даже не буду тупить. 360 умножаем на 9. Да, ему понадобится ни много ни мало, как 9 снарядов для того, чтобы убить Type 5. 9 снарядов с перезарядкой в 10-11 секунд. С перезарядкой в 11 секунд 9 снарядов. Ребят, вы просто представляете, вам надо 2 минуты долбить Type 5, чтобы его убить. А он вас будет крошить за 5 выстрелов. И это мы возьмем еще в чистое поле, где стреляет по ДПМ ИС-7 и стреляет Type 5 Heavy. Точно так же будет происходить с другими снарядами. А вы теперь представьте, альфа у Супер Конкерера 400 с бронебойного снаряда, а станет 300. А Type 5 Heavy выбивает Супер Коню по 600-700 урона с голдового снаряда, а будет выбивать с обычного снаряда где-то по 450-600 урона с обычного снаряда. И таким образом все происходит невероятно положительно для имбовых танков. Имбовые танки они будут продолжать нагибать. Единственная машина, которая будет прям очень люто имбовать, это как раз таки будет та самая имбочка. Можно сказать, что Е100 перестанет, возможно, сосать из-за этого, или какой-нибудь Маус станет больше танковать, но нет. Суть-то голдовых снарядов, она останется точно такой же. Это высокое пробитие в позиционке, те самые квадратные машины они не будут выстаивать. Тот же самый Е7 будет продолжать убивать того же самого Мауса или Е100, если мы говорим об игре от башни. И это все превращается в такую огромную канитель, которая называется... Зачем кому в голову пришла эта вонючая концепция? Ну почему нужно постоянно все усложнять, как с артиллерией? Ну почему нельзя, блин, просто взять и сделать вонючие ограничения на снаряды? Сделать 20% в боекомплекте, сделать 15%, сделать 25%, чтобы игрок гудумал своей головой, когда ему понадобятся эти снаряды, в какой промежуток времени, и когда действительно они ему будут настолько сильно нужны, чтобы в конце затащить тот самый бой. Я до сих пор помню бородатые времена 2012-2013 год, когда я возил с собой на Е7-4 лишь 5 кумулятивных снарядов, или 3 даже, для того, чтобы просто в финальной перестрелке какой-нибудь, где я тащу бой, чтобы я зарядил этот кумулятив, и у меня была возможность пробить на Верочку, на Верочку какой-то танк, а не просто взять и стоять в позиционке, перестреливаться этими самыми бронебойными снарядами. Ведь это не уменьшит количество голды в рандоме, в ней все равно будут стрелять, если вы даже понервите ей Альфу. Ей все равно будут стрелять, потому что фишка голды, она заключается в пробитии. Но здесь еще прикол в этом всем, что фугасы останутся те самыми имбовыми, которые остались. Если посмотреть вообще на в целом ребаланс голдовых снарядов у 34 машин, которые должны выпуститься на Супертест в декабре 2018 года, перед Новым годом, то мы заметим, какие машины переработали. Это Тай-5 Хэви. Ему убрали голдовый снаряд, который наносил по 1400 урона, и добавили хэш-фугас с Альфой 750 и пробитием 193. Но вы понимаете, в чем суть? Просто поймите. Вдумайтесь. Убрали хэш-фугас, у которого... Точнее, убрали голдовый фугас, и оставили хэш-фугас, у которого 750 Альфа и 193 пробития. Если вы будете стрелять в какой-нибудь танк этим фэш-фугасом, и не пробивать, вы будете наносить где-то по 200-250 урона. Или 300, ладно. Но смысл-то все равно в другом. Разработчики оставили ему основной снаряд, у которого Альфа 1100 единиц выстрела. Вот, основной, который не голдой. И вы точно так же будете продолжать долбить любые танки, которые уже понерфлены с той самой голдой, у которой Альфа будет намного-намного ниже, по 400-500-600 урона. Все зависит от машины, в которую вы стреляете. Маус под башню пробивается, даже там Корбиндалл тестировал, по 500 единиц урона. Всякие различные 268, вариант 4, по 500 урона. Як-Панзер Е100, по 550 урона. СТ-шки, по 600 урона залетает иногда. Ну это просто умопомрачительно. Каким образом можно нерфить танк, забирая у него какой-то голдовый снаряд, и якобы псевдооставляя его основную характеристику, за что ее любят игроки, но не убирая основной снаряд, который все равно будет таким же образом дамажить всех остальных. И Тайп-5 Хэви, он по факту апнут будет, потому что все вокруг будут стрелять, долбить по 300-400 урона, а Тайп будет все точно так же, на верочку в бортинку, засылать те самые фугасные снаряды по 400-500 урона. Абсолютно без проблем. От того же самого Тайпа, ты все равно не будешь разбирать позиционки, потому что у него очков прочности, черт возьми, 2900 единиц. Каким-то образом, блин, пукая со своего ИСа-7 или Супингер-Конкеррера по 300-360 урона, сможешь перестрелять фугасный танк, у которого, блин, ХП на 500-600 больше, и который тебе дает с каждого выстрела по 400-500. И это если ты показался пикселем. Это просто шок. Еще непонятно, каким образом будет нерфиться Бабаха и ее премиумный голдовый снаряд. То есть машины, которые представлены в том самом списке, которые вы увидите на экране, это просто феерический звездец. Я, честно говоря, в шоке и не понимаю простой истины. Ребята, но ведь мы игроки, мы играем в эту игру уже столько лет. Черт возьми, ну почему нельзя прийти и сделать точно так же, как вы сделали с колесной техникой? Точно так же, как вы получили фидбэк по поводу Батчата. Ну, блин, ну мы же любим эту игру, черт возьми. И мы готовы ради нее стараться, готовы приносить какие-то вам фидбэки. Вы можете просто прийти и собрать коалицию каких-то блогеров и разработчиков, которые, блогеры, запишут какой-нибудь видеоролик, спросят мнение своей аудитории. И как это было в Минске, когда вы созывали ту самую коллегию, выскажут вам мнение аудитории. Ну какого черта нужно снова делать какое-то говнище с нерфом голдовых снарядов, который по факту не является нерфом. Он делает ваши машины еще более имбовыми, потому что у них количество хп остается тоже, а урон по ним будет заходить меньше. Фугасные машины еще более приоритетными будут, еще более. Нахрена стрелять какому-нибудь Т110Е4 не на верочку, блин, своим подкалиберным снарядом, у которого будет пробитие специальным снарядом 530, когда он может зарядить, блин, фугас, у которого, блин, урон косарь, блин, и стрелять тебе на верочку по 400, а тем самым 500, выбивая тебе дополнительно экипаж и модули, блин, и просто уничтожая тебя в дрызге. Это, это, это просто бомбическая вещь. А сапом Тай-5 Хэви, у которого оставляют его основной снаряд в 1100 урона, это просто, блин, вынос мозга. То есть, все равно тот самый ваш маус, он будет проигрывать, ИС-4 будет проигрывать, Е100 будет проигрывать, а те самые имбочки 277, WZ-111, 5А, Суперконь, Тай-5 Хэви, бабаха, они все равно будут продолжать всех выносить просто в нулище. Я сяду на своем аккаунте на Тай-5 Хэви и буду всех убивать. В принципе, что вы видите сейчас на видеоролике, который у вас на экране, или на Суперконкарере, на бронебойных снарядах. Потому что я умею пробивать танки и большинство статистов хороших игроков тоже. А плохие игроки, которые ныли по поводу голды, не смогут. Акститесь, акститесь. Если вам понравилось данное видео, уважаемые зрители, не забывайте прожимать лайк, писать свое мнение обязательно в комментариях по поводу нерфа голдовых снарядов. И я уверен, что в компании Wargaming работают однозначно умные люди, которые будут принимать верные решения. Нам лишь с вами, точно таким же умным людям, осталось писать им правильные отзывы, чтобы они нас услышали. С вами был Нер Ю, не забывайте подписываться на канал, прожимать лайки. До новых встреч, друзья. Всем пока. Do damage. Субтитры сделал DimaTorzok